Вчера было совершенно невероятное, неожиданное известие. Вдруг неожиданно бандит Жога велел Путину идти на выборы. Путин, ну, деваться ему некогда, он сказал, что у него были разные мысли. Он вообще-то не хотел, но раз Жога просит, он пошел. То есть случилось совершенно невероятное известие. Песков об этом уже сказал, что это мировая новость. Никто этого не ожидал в мире. Ну, вот Жога попросил, значит, Путин пошел. Вот, фактически, вот невероятная совершенно история. Значит, ну, я вот до сих пор так думал, что если такая неожиданная случится, то главная задача всех нормальных людей будет добиваться того, чтобы это ритуальное мероприятие не было признано выборами, и чтобы по итогам этого мероприятия Путин стал узурпатором и никак, и больше никто из нормальных людей не стал называть его президентом. Ну, вот такая была моя позиция. Вот, у меня сразу два к вам вопроса. Значит, первый вопрос. Насколько вы считаете это реальным, насколько считаете это достижимой целью? И второе, чтобы вас уже не перебивать, я хочу вас спросить в отношении ожидаемой, но ожидаемой несколько позже, инициативы Навального и его команды по поводу того, что надо участвовать в этом мероприятии, надо голосовать за любого, кроме Путина, и надо разворачивать большую агитационную кампанию, не голосуйте за Путина. Вот, как вы считаете, во-первых, почему в свое время в дискуссии с Кацем Навальный говорил, что он не готов, он должен дождаться выдвижения других кандидатов, то есть, чтобы было понятно, за кого. Вот, а сейчас он не дождался, вот выступил с этой инициативой сейчас. И второй вопрос, вообще, они вообще понимают, что они на самом деле срывают непризнание этих выборов, они тем самым дают в руки людям, которые за то, что вы, на Западе в том числе, за то, чтобы эти выборы признать, они дают козыри, потому что, ну да, вот смотрите, вот, значит, есть какая-то, есть какая-то альтернатива, есть участие, движуха есть. Вот, то есть, вот, как вы, во-первых, реально ли все-таки добиться непризнания, зная вот ситуацию на Западе, вы общаетесь с западными политиками, вот, да, еще как общаетесь, поэтому вы знаете больше других. И второе, вот, что происходит в голове у команды Навального, когда она все это делает? Ваша оценка. Ну, начнем, достижим ли в принципе непризнание выборов и так далее. Я сразу скажу, у меня действительно было несколько встреч в Миде Франции, вот мы встречались, ну, Кольским я на конференции ОБСЕ виделся, вот буквально в конце ноября я, Сергей Гуриев, оба Гудковых, Дмитрий и Геннадий Владимирович, встречаюсь с советником Макроновым, который сменил мы их с предшественником, его встречаясь с Элизабетом Дюмон, она была в Турцию в качестве посла, а была советником по России. Ну, Россия там, так сказать, Восточная Европа и Украина входят в компетенцию этого советника, помощника Макрона. Вот мы встречались с ним, беседовали на эти темы в том числе, упоминались они. Вот. И вот ряд еще и других встреч был, естественно, я вот в нормандском форуме принимал участие мира, там тоже были политики весьма любопытные из Европы. Я могу сказать, общая позиция сейчас такая. В принципе, есть три варианта реакции. Вот вы видели, Пассе, например, призвала своим резолюцией не признавать выборы. То есть, ну, все-таки Парламентская Ассамблея Совета Европы, это весьма существенный орган. То есть, понятно, что это не структура Евросоюза, но все-таки влияет на общественное мнение, на стабилизацию и так далее. Такое прозвучало. И, в принципе, есть три варианта реакции. Не признание выборов, то, что мы все поддерживаем и призываем к чему. Второе – это признание выборов. Ну, неважно в какой форме, это могут быть не обязательно поздравления со стороны глав государства и так далее, глав правительства. А, так сказать, послы могут какие-то там адреса приветствовать, еще что-то. Ну, есть там протокол. Извините, ради бога, Марк Захарович, мне кажется, очень существенно то, что... Ну, я, поскольку более 30 лет занимаюсь вот этими всеми мероприятиями, я знаю, какая реакция бывает. Там признание выборов, значит, признание, но с оговорками, там, несправедливые. Это политические заявления, которые могут быть... Ну, да. То есть, нет, это официальная позиция. Вот я просто, поскольку постоянно, так сказать, занимался наблюдением, то я видел эти вот с оговорками. Но, тем не менее, какая к чертовой матери разница? Путин – президент. Все, точка на ду. То есть, сдвижение Путина в сторону Лукашенко, она черно-белая. Либо да, либо нет. Поэтому, пожалуйста, продолжайте. Вот три варианта. А третий, еще вариант. Третий – промолчать. Вот третий промолчать вообще не реагировать никак. Ну, то есть, как бы общая позиция является, там, усмешка, что там, выборы, не выборы. Вот как Кирби реагировал сейчас в Белом доме на выдвижение Путина. Понимая все, ну, просто промолчать ни туда, ни сюда. По-моему, склоняется к третьей позиции. Третья позиция склоняется. Почему? А там объясняют, почему. В разных местах, по-разному, на разные лады, но говорится одно. А война ведь идет. Все равно хотим мы не хотим. Нам же придется какие-то переговоры, пост военные или же там в ходе вести. А как мы их будем вести, если как РНБО, украинское, признает Путина не субъектом переговоров в любом виде. Путин на разные лады об этом тоже вторит. Постоянно говорит о том, что вот украинская же сторона признала, что со мной нельзя вести переговоры. То есть вот, чтобы типа не попасть в ситуацию, при которой как бы себя связываешь этим непризнанием, возможностью мирного урегулирования или там еще чего-то переговоров, то вот как бы лучше промолчать ни туда, ни сюда. Понимая, при том, что все абсолютно, вот все 100%, понимая, что никаких выборов в России нет. Что все это имитация. Что все эти фиговые кандидаты, любые тактики, там, приходы, неприходы. Все все понимают, что ничего этого нет и понятно, что будет по итогу. Все понимают. То есть убеждать там никого не надо. Но как бы вот, ну а с войной это что-то надо делать. А чтобы вот заканчивать войну, а ее по-другому, кроме как переговорами, не закончишь, судя по всему, как они считают. Потому что военные аспекты, они в этом 2023 году как-то уступают попыткам понудить Киев к переговорам. То вот такой жесткой позиции демонстрировать вот типа не стоит. Тем более, если говорить о США, то там будут идти выборы. То есть будет предвыборный период. Возможно, это попадет в март. Ну еще рано, но близко уже к дебатам кандидатов. Ну номинации уже, видимо, будут заявлены все. Эминута республиканской партии от демократов понятно уже. Вот несмотря на всю дискуссию, которая вокруг фигуры Байдена ведется, его кандидатура. Тем не менее, будет уже понятно, и надо будет реагировать с учетом вот этих выборов. А вроде как не признаешь, а будущий президент поставишь его в определенное неуклюжее положение. Если, допустим, Трамп, допустим, если это будет победителем ноябрьских выборов в Соединенных Штатах. Так что, по-моему, позиция общая – это молчание. Что, ну есть и есть. Что-то там они у себя проводят, понятно. А дальше будем смотреть. Не связывать себя ни одной, ни одной, ни другой позицией. Еще и почему? Потому что, ну вроде как, в Белоруссии, где не признали Лукашенко, был альтернативный фигур. В лице Тихановской, который принимал в формальной части выборов. И, скорее всего, победил на этих выборах. Ну, просто там тоже, в общем-то, выборов по-настоящему не было. Поэтому мы исходим из того, что Тихановская получила сопоставимо больше голосов. И с ней как бы есть с кем работать. А в случае непризнания Путина совершенно непонятно, чья субъектность в данном случае может заменить эту легитимную, в кавычках, власть. То есть, делегитимированную власть на кого-то иного этого субъекта. Это то, о чем мы с вами говорили, что мы подходим к периоду выборов, когда у русского общества нет представительства. Это надо констатировать. Его нет. Потому что представителем его является Путин. Вот кто бы, что бы там ни говорил, сказки не рассказывал, но фактическим легитимным, нелегитимным, делегитимированным является Путин. Потому что и вот это олицетворение, когда мы возмущаемся, давайте отслоим русский народ от Путина. А как вы это сделаете? Если никакого другого, кому прислоить это русское общество, этого альтернативы, ее нет. Как вы отделите Россию от Путина, русский народ от Путина? Никак вы его не отделите. Все, кто об этом заявляет, мы знаем этих персонажей. Они либо от недопонимания, либо от злонамеренности. Потому что это невозможно. Пока не возникнет некой реальной альтернативы. И Путин не будет в глазах. Значит, что международного общества, самого, самих русских. Будет какой-то, ну, хотя бы одной из фигур, которые репрезентуют, вот, презентуют это общество перед внешними какими-то партнерами. Единственные фигуры? Единственные, пожалуйста. Он сейчас является единственной, но если была бы альтернатива, хоть было бы с чего выбирать, можно было бы говорить, ну, пожалуйста, вас вату представляют, этих представляют, этих. А кто представляет вот эти хотя бы 14, пусть 14. Может 20, я не знаю, потому что социология-то понятна, какая сейчас в России. Кто их-то представляет? Я все время заявляю, кто их представляет? И ФБК представляет? Ходорковский представляет? Каспаров представляет? Мы с вами представляем. Кто их представляет? Нужен какой-то единый, понятный, прозрачный, транспарентно выбранный субъект, который бы сказал, послушайте, мы не можем провести выборы в России по понятным причинам. Да, это концлагерь, это военная диктатура. Но вот мы что могли, провели. И вот ничего. Придет время, мы другие проведем. Но пока проведем вот такие выборы. Нет, этого не произошло. И мы подошли как раз к периоду вот этой, окончании одной каденции Путина. Ну, или переназначение себя самого к другой, без субъекта вот такого. Вот надо это констатировать. Я думаю, что до марта, до конца, 17 марта, когда состоятся эти так называемые выборы, уже этого не возникнет. Теперь, что касается тактики ФБК. По-моему, они пошли по пути. Единственное, для них, подчеркиваю, для них возможно. То есть, они отрицают возможность прибегнуть к силовому сценарию. Ну, это заявляется, это не раз заявлялось. Сам Навальный Алексей, хоть и героически, но находится в тюрьме в полной изоляции. Вот они сами же говорят о том, что три дня к нему адвокаты не могут попасть. То есть, простите, а как руководить политическим процессом организации, если ты в полной клетке, понимаете, в заморозке. Я понимаю, что соратники его представляют. Я как раз не считаю, что они там им манипулируют эти разговоры. Нет, они его представляют. Но все равно руководить непосредственно, делать политические заявления, осуществлять какую-то политическую тактику в таких условиях, на дистанции. Ну, если не то, что не сложно, вообще невозможно. Ровно поэтому мы говорим, что ни в коем случае Навальному нельзя возвращаться с предсказуемым результатом. Он, конечно, не знал, что в 2020 году, в январе, когда он возвращался. В 21-м, извините, да. В 21-м он возвращался. В 21-м. А 17 января он вернулся в Россию. Отравление было в августе 2020. Вот. Когда он возвращался в Россию, он, разумеется, не предполагал ход всех последующих событий. Но он тем самым, скажем так, обезглавил, вообще говоря, русскую оппозицию в изгнании. Ну, частично, во всяком случае. Может быть, не полненько, может быть, не единственный он ее лидер. Окей. Но все равно он, это не вина его, это его поступок, исходивший из его убеждений. Он считал, что так единственное правильно будет поступить. Но вот, к сожалению, пришло к этому. И в этой ситуации ФБК идет по пути, о котором они не сами говорили, что нельзя допустить деактивации, демобилизации электората. То есть, какой-то группы их поддержки, она есть в России. Она ничтожна. Не будем говорить, что там какие-то полчища миллиона людей. Нет, конечно. Но они есть. И как бы не дать им никакого, какого-то, так сказать, плана действий. Это они считают полностью людей оставить, бросить. А вот так, как бы, то программа «10 человек переубеди», «Голосуй как сможешь» и так далее. Она вроде как людей поддерживает с ними незримую вот эту коммуникативную связь. И вот они начали с того, что повесили эти плакаты, билборды в Москве и в Петербурге. Это действительно находчиво очень. Но, к сожалению, мы понимаем, что это, в общем-то, с выборами вообще никак не связано. И более, я вам даже скажу, с планом, который я не предложил, он с выборами не связан. С голосованием. Потому что голосование и выборы – это разные вещи. Ну, вы-то знаете, Георгий Александрович, тоже не связано. Это надо честно говорить. То есть, ни влияния, ни определения хода их нет. Почему они отказались от союза с КАЦом? Ну, это совершенно очевидно. Даже если их тактики, которые озвучены, что КАЦом, что теперь ФБК похожи, они не могут войти в любой союз и с КАЦом, но не только с КАЦом, и со всеми другими оппозиционными силами тоже. Такова их стратегическая и тактическая установка. И это не меняется. Упрекать за это, ну, по-моему, бессмысленно уже, потому что слишком долгий путь пройден, да? Каждый идет своей дорогой. В русской традиции политической это не новость. Вот, что внутри России, что за ее пределами. Мы всякое такое в 20 веке навидались. Вот, договориться не могут. Стоит ли адресовать за это упрек? Ну, понимаете как, это упрек исторический, а в него как-то немногие верят. Вот, я вот когда говорю, что у нас долг, некая миссия по отношению к русскому обществу, что вот мы сойдем в могилу, а что останется после нас? И надо мной начинают подхихикивать. И говорят, что чувак с какими-то, значит, заморотами чуть ли не мессианскими и так далее. Но, понимаете, а с другой стороны, а зачем тогда всем этим заниматься, если мы не несем никакого долга, ни по отношению к кому? Можно же заниматься, значит, делами более утилитарными, полезными для себя, если уж заниматься русской политикой. Я сейчас не говорю там политикой американской или европейской, там понятно, почему они занимаются в ней, делают карьеру, действительно, так сказать, кто-то становится знаменитым, богатым, еще что-то. Извините, я прошу прощения, они меняют страну. Занятие политикой там, это влияние на конкретные... Они меняют жизнь в стране. То есть вот те, кто выступают там за снятие барьеров, за открытость, они меняют в одну сторону, чтобы было много мигрантов, и они выросли в американской области. Те, кто против, они по-другому меняют жизнь. Это конкретное проложение усилий, рычаги, меняющие жизнь в стране. У нас ничего не меняется. Рычагов-то нет. Да, мы не занимаемся политикой. Вот я избегаю определения себя как политика, хотя меня иногда называют, но политика это все-таки профессиональное занятие, управление. Это либо коронная политика, либо выборная политика. То есть ты выбираемый, тебя наделяют этими полномочиями избиратели, либо ты назначаемый политик, который в сфере управления государством занят на какой-то исполнительной должности, например. Но это все вопросы, которые, как мы выше сказали, влияют на реальную жизнь отдельных людей, общества в целом, и вообще управляют жизнью как таковой. Ничего из этого у нас нет. Поэтому называть себя профессиональным политиком я бы вот не взялся. Я называю себя общественным деятелем. Общественный, ну, как представляет общество, какую-то его часть, как-то связанную с ней. Вот. Я блогер, там, еще кто-то, но политика это все-таки другое, профессиональное занятие. Подчеркиваю, профессиональное. Условно, если огрубить, за это получают деньги, зарплату. За то, что человек вовлечен в процесс управления государством, как чиновник, или как избираемый парламентарий, или депутат какого-то уровня. Этого ничего нет. Поэтому на самом деле то, чем мы занимаемся, это и может только нести с собой некую миссию. Больше ничего. Мы как бы оправдываемся перед последующими поколениями, следующими генерациями, в том числе политическими, что мы что-то делали. Что мы не сидели зазря. Знаете, как с белым движением. Там многие говорили, а что там белые движения? Смысл-то его был сопротивлением большевика. И они всегда отвечают, чтобы сохранить честь. Понимаете? Для того, чтобы потом можно было говорить, не все приняли эту заразу большевистскую, не все под этим, значит, секирой подлегли, значит, не все двинулись в концлагеря, а кто-то взял в руки оружие и сопротивлялся этому ужасу, который наступил в 20 веке в России. Так и мы. Когда-нибудь о нас, как бы мы там ни считали, будут говорить, ну, почему вы говорите, что все, значит, аллилуйя кричали вместе с жогой Путин. Нет. Были такие люди, которые уехали в эмиграцию, пошли в тюрьмы, сопротивлялись. Кто-то взял в руки оружие, кто-то действовал, что называется, через создание собственных СМИ, как вот на хостинговых платформах YouTube или других любых в новом 21 веке, сопротивлялись. Оказывали вот это сопротивление, осуществляли резистенцию тому, что происходит в России. Это высокая эмиссия, и я не считаю, что если бы все не игнорировали бы ее, и руководствовались именно этим, тогда бы они более ответственные решения принимали. Не вот так, что мы там процессом увлечены. В принципе, нам нормально, мы тут что-то изобразили, ну, прошли одни выборы, и начнем готовиться к следующему, которых нет, да? А все-таки люди бы подходили, что нам важен результат. Не процесс, а результат. То есть, вот я, честно говоря, не человек процесса. У меня политический процесс, вот бесконечное собрание, поездки, не сильно увлекает, если честно. Никогда сильно не увлекает. Я всегда был человек результатом. Мне всегда нужен был результат. Я понимаю, что не все такие, но как бы моя задача, там, с моего юности стоит в том, чтобы исправить Россию из нынешнего и прежнего ее состояния совершенно негодных. Превратить ее в нечто хотя бы относительно, конечно, рая на земле нет, но относительно приемлемое, да, сообщество людей, которое может существовать мирно с другими людьми и внутри себя, как наладить эту проклятую жизнь. Вот все, что делают те, кто призывают участвовать в выборах, к этой цели не приближаются, понимаете? И не руководствуются. Они увлечены процессом. И Максим Кац, кто бы что-то там про него говорил. Там есть его эпигоны, есть его противники, но все, что он делает, это холостой ход. Это, извините за выражение, как говорил покойный царство небесное писатель Юза Олешковский, сухо, Николай Николаевич прекрасно... А, в руке, по-моему. В руке. Я боюсь. То есть этот процесс, он не ведет ни к чему, понимаете? Нет результата. Этой эокуляции не происходит политической. Вообще никакой. Ровно поэтому я в это вообще не вовлекаюсь, но к ФБК я отношусь с уважением и к Навальному, который сидит. Потому что если бы он не сидел в тюрьме, можно было с ним дискутировать остро, говорить, что нет, ты не прав, Алексей, и так далее. Здесь мы, говоря о своей позиции, все-таки с уважением относимся к тому, что человек из тюрьмы, прямо из ШИЗО, понимаете, всякий ли вот там выжил бы так, понимаете, с его спиной, там с отравлением, его убить хотели, понимаете? Человек сидит и слово его многого стоит, много весом. Может ли он произвести другое слово все к оружию? Наверное, нет. Может, да. Не знаю. Не знаю. Наверное, из тюрьмы это сделать совсем уже невозможно, сразу убить. Но, тем не менее, даже то, что он делает, вообще заслуживает уважения. Но к результату, будем честны, это не приведет. Путин объявит себя, значит, так же, как он подошел к жоге и сказал, ну да, конечно, буду баллотироваться. Объявит так же ему 82-85 процентов, им же надо показать динамику вверх, что все поддерживают войну, и поэтому цифра будет объявлена именно такая, и вообще никого не интересует, кто как голосует. Это вообще никакой роли не играет, понимаете? Вообще. Ну, это известно и вам, Игорь Александрович, и всем остальным. Теперь, что касается, понимает ли ФБК, что они работают на некую легитимность, да, или нерешительность Запада, или довод Запада о том, что мы не признаем эти выборы легитимными и самого пути делегитимным лицом, первым должностным лицом, потому что, вот смотрите, Навальный в ФБК в облегчении выборы, вот там кандидат Надеждин, там Дунцова, Дунцова, по-моему, или как-то вот ее фамилия, не запоминай, и так далее, но это все вот как-то, в общем, где-то при всем ужасе, Явлинский тот же, это как бы, в общем, картинка, которая приемлема для Запада, и основание, и повод, чтобы говорить, что мы не можем объявить его нерегитимность. Мы о легитимности их не объявим, но и о легитимности тоже у нас есть основания промолчать. Я думаю, что они не руководствуются этим, как реагируют Запады. Скорее всего, они уже знают, что Запад отказывается от двух важных политик. Запад сделал установку, это я ответственно заявляю, на неподдержку любого change power в отношении России, то есть, грубо говоря, никаких военных отрядов, финансирования, ворваться в Кремль, это они не готовы делать, это я слышу с разных сторон, и даже на это как бы употребляются средства, чтобы не допустить влияния таких людей. Слышу, я и вижу, я не буду называть фамилии, кто этим занимается от их имени, от Запада, порученцы. А второе, это то, что, ну, это, видимо, уже всем, как бы ясно, всем уже сказано. Второе, это то, что, собственно говоря, сам ФБК, видимо, не видит другой альтернативы, с учетом, что, и я от них, от многих слышал, что вы там рассуждаете о каком-то силовой составляющей, какой-то военной миссии, а нет же ее, нет, и Украина прохладно относится к созданию масштабных каких-то соединений, да и план такой малореализуем, потому что Россия огромная, а тут какие-то отряды, а тут какие-то соединения внутри ВСУ, которые имеют претензию на военное свержение режима в Кремле. то есть, как бы неверие в реальную, конечную цель, оно порождает именно такую тактику. Вот мое мнение. И поэтому никакой делегитимации или там легитимации они не думают о том, как это помогает или наоборот не помогает Западу в его непростом положении в отношении Путина и его выборах. Спасибо, Марк Захарович. Я просто завершаю эту тему, хотел некоторые реплики и просил бы вас откомментировать. Ну, первое, мне не очень понятно, ну, что касается маленьких отрядов, которые там могут что-то изменить, мы хорошо знаем роль маленьких отрядов, которые в истории в огромной, огромной России, гигантской России, тем не менее, и ситуация 19-го года, много ли там было этих большевиков, которые, так сказать, что-то там захватили, что-то там сменили и так далее. То есть, это все такая история, история от Лукавого. Значит, очень небольшие отряды, там тот же самый очень небольшой отряд Пригожина все мог изменить, если бы Пригожина были политические цели, а не мелкоуголовные. Вот, то есть, мы видели, что может произвести маленький отряд, очень маленький по сравнению с Россией, по сравнению с вооруженными силами России, с Росгвардией и так далее, там доля процента, поэтому очень многое может изменить маленький отряд. Значит, ну здесь мне кажется это очевидным, это явное недоразумение. Ну и второе, насколько вот вы считаете подвижной вот позиция Запада, насколько, вот понимаете, здесь же есть там, я не знаю, полезный или бесполезный этизм, все разговоры о переговорах с Путиным, они вообще понимают, с кем они будут собираются переговариваться, они понимают вот субъекта этих переговоров, есть ли вас, чувствуете ли вы все-таки подвижность этой позиции или там стена? Я вам, знаете, как на этот вопрос отвечу? А всегда ли то, что планировал Запад и то, что пытался осуществить, реализовалось на практике? Вот как СССР, которые они пытались не допустим распада, Горбачев, которые они поддерживали, говорили, что это может случиться с Украиной, другими республиками, не надо распадаться и так далее, и так далее. Ну, то есть, понимаете, их планы, они смешили Бога, как говорят, да, понимаете, потому что, ну, они, конечно, определенным образом пытаются влиять на ситуацию, то сдерживая ее, то подхлестывая, но, тем не менее, будем прямо говорить, все происходит всегда, как угодно, совсем более могущественным силам, нежели просто Соединенных Штатов. Я бы тоже не преувеличивал человеческие возможности. А то иногда конспирологи предают бельведерским клубам и, значит, Вашингтонскому обкому наделяют невероятной, какой-то немыслимой силой, которая в истории, знаете, честно говоря, очень вещь условная. Начнем с этого. Во-вторых, да, все-таки сама даже позиция может двигаться, потому что, вы понимаете, и клиент меняется, причем в худшую сторону. То-то они себя успокаивают управляемостью и предсказуемостью, а в иной момент они отдают себе отчет, что что-то идет совсем уже не так и может сорваться в штопор ровно потому, что клиент-то сам, в общем-то говоря, вибрирует, если мы говорим о Путине, потому что, а, простите меня, вот рейд Пригожный, это что? Это что? Это запланированные акции? Так нет, они испугались еще больше, чем Москва, Вашингтон. Поэтому, на самом деле, я бы, честно говоря, не считал, что это терминально. Нет, это не терминально, это все еще 10 раз может измениться. Я уже говорил о том, что и в вашей программе Александрович, что я-то вообще считаю, что нужно двигаться более мелкими шажками тактически, то есть, если невозможно всю Россию ЗМИ дойти до Москвы условно, ну, там Пригожный условно развернул оглобник, хотя он действительно мог создать хаос. Так может все-таки сосредоточиться на каком-то регионе или регионах, которые можно оторвать от этого всего добра и там собрать людей, понимаете, если это невозможно в Украине создать гигантских отрядов на сотни тысяч бойцов, то может попытаться это сделать где-то в Калининграде или в Белгороде, но опять же, кто-то скажет, это умозрительно, вот ты выдумываешь какие-то фантастические планы, ну, мы, честно говоря, многое видели уже за эти 22 месяца войны, очень многое видели, да, и, так сказать, в Белгородской области рейды были, я вот сейчас был в Украине в ноябре, да, я встречался и с руководством Легиона Свободы России, и с Денисом, всем известным Капустином Вайтрексом, мы беседовали, мы обсуждали и так далее, вот, вы знаете, люди с оружием, люди, которые находятся прямо там, они вот не слишком так мучаются фантастичностью планов такого рода, то есть у них нету страха перед возможностью реализации какого-то самого фантастического плана, у них вот почему-то нет, в основном такие страхи охватывают людей, которые очень далеки от линии фронта и рассуждают как раз-таки по глобусу, что называется, с дивана, а вот люди, практически люди, которые видели врага, противника, видели, что может произвести оружие, они как-то рассуждают более практично, они говорят, вот сколько нужно штыков, нужна какая техника, вот так начинают рассуждать, понимаете, и это приободряет, потому что в этом есть некое практическое начало, которое меня всегда радует, поскольку люди не начинают о несбыточности рассуждать и скромности наших возможностей, а обсуждают необходимое, понимаете, вот что для этого необходимо, да, этого нет, но кто сказал, что это нельзя увеличить, найти, приискать и так далее, вот, поэтому с этой точки зрения я не считаю, что какие-то из этих планов нереальны, и не считаю, что Запад, который действительно там везде всем рассказывает про недопустимость change power, может он хочет, чтобы это в Кремле услышали и не баловались ядерным оружием, я ж не знаю, может это и какая-то более долгоиграющая тактика, но может изменить свою позицию, если по факту ты продемонстрируешь волю и силу, если ты станешь сам властью, так с тобой будут так же считаться, понимаете, вот так устроена жизнь, считаются силы, вот нам все время хотелось избегнуть этого, уйти от культа силы, от вот этого преобладания силы в пользу права, в пользу там, не знаю, общежития мирного, безопасности, а не получается, вот 21 век вот только начался, а уже мы видим право силы, которое заставляет противную сторону или там негодную сторону подчиняться, хорошо, когда это добро заставляет зло подчиняться в общем правилам, но все равно инструментом этого является только сила, я к чему это говорю, а чего бы добилась Украина, если бы остервенела, не сопротивлялась этому вторжению, ну вот если бы не было всего того, что мы видели, и что бы сейчас было веселиться, по подвалам бы людей значит это я не абстрактно говорю, я вот был в Херсоне прямо вот лично на площади, где была деоккупация год назад, в начале ноября, прямо за зданием администрации, я уже об этом рассказывал, прямо находился штаб российских войск, естественно ФСБ, и знаете, что там было главным пристроечкой, все херсонцы это видели, тюрьма, они сразу создали быточную тюрьму, и она там как стояла, так и стоит эта пристроечка, понимаете, прямо за администрацией вот на площади, где вот этот детячий кинотеатр и так далее, это говорит о чем, о том, что конечно бы люди понимали в Украине, что если они вот этому всему уступят, если не продемонстрируют силу, причем часто беспощадно, они вообще тоже не церемонились, не цацкались, вот разговоры про гуманизм, тоже знаете, это в пользу бедных, война есть война, на ней надо воевать, на ней не надо цацкаться, вот, если бы это не было продемонстрировано, когда, извините, жгли, и там многие руки летали, когда эти колонны сжигались, техники, бронетехники, танков, двигавшиеся в Украину, с севера, там с других мест, там на Харьков, ну так что же, вот она сила остановила эту напасть, поэтому, конечно, я считаю, что все может измениться, конечно, продемонстрируйте силу, даже подспудно это везде звучит, в Украине это звучит, говорят, а что, русская оппозиция сила, чтобы с ней договариваться, в чем ее сила, вы нам покажите эту силу, она едина, у нее есть деньги, у нее есть поддержка, у нее есть какие-то намерения создать военные соединения, набрать людей, мобилизовывать их, что вы продемонстрируете, тогда мы найдем предмет для переговоров, а если нет, так разговоры, конференции, а кому они нужны, у нас такие, ох, поэтому, на мой взгляд, да, любое изменение возможно, если сама оппозиция, если сами люди конкретные, решат для себя, что да, мы все попробовали, мы все испытали, мы в течение этих 22 месяцев войны и так, и эдак думали, но ничего не поделаешь, придется переходить к тактике, которая хорошо известна с конца десятых, начала 20-х годов, 20-го века, военное сопротивление, создание, как это было на юге России, Лавру Георгиевичу Корнилову, ну, сначала генерал Алексееву, Лавру Георгиевичу Корнилову, Корнилову, добровольческой армии, ледяные походы, силы юга России, Антон Иванович Денихин, Колчак, верховный правитель, ну, и весь тот набор, который мы знаем по истории. Дорожная карта известна к этому процессу, потому что там-то была все-таки немножко основа, а здесь-то не такая основа. Безусловно, да, ну, я бы сказал так, что расчет здесь такой, это мое личное, никому не навязываю, я считаю, что нужно принципиально решить, да, мы все попробовали, по-другому, нет, провести военный съезд, это не вопрос демонстрации численности, какой-то угрозы, это как бы больше для себя, определиться, что все, вот гражданская оппозиция, политическая и военная, вместе проводят какой-то съезд в Киеве, определяют с этой тактикой, и делают расчет на то, что к их скромным возможностям присоединятся те, кто сами сейчас с оружием, на фронтах в Украине, безусловно, без них это сделать нельзя, ну, в широком смысле, дезертирство, и разложение рядов, которое может возникнуть на фоне либо военного поражения, либо какого-то искрометного удара в тыл, при котором эти люди замотивируются вернуться к своим женам, которые сами говорят, верните наших мобилизованных, которые уже больше года, с сентября 2022 года находятся в окопах и так далее, нужно содействовать ситуации, при которой фронт треснет не путем военных поражений, даже от украинских ВСУ, а прежде всего из-за внутренней ситуации, где в которой люди наконец осознают, что им выслали дорогу в один конец в качестве мобилизованных на тот свет и больше никуда. Я просто не абстрактно об этом говорю, вот я сам родом из Самары, не буду, естественно, называть фамилии, там масса людей, которых я знаю, ну, не непосредственно, а их родственники, дети погибли ВСУ, казалось бы, мобилизованное год назад, погибли, ну, не буду называть фамилии, но погибли. Понимаете? То есть и гибнут по всей области. Я сейчас не буду про какую-то всю страну говорить, я конкретно говорю. Люди, которые мне звонят, люди, которые мне пишут, люди, которые мне рассказывают. И их хватает оторопь, потому что, естественно, все отправлялось не с этой цели, три дня и домой. Понимаете? Может ли наступить в этом? Причем Самара не в лидерах. Самара не в лидерах. Там тоже счет на тысячи, потому что, вы знаете, там мощное было, их вот это знаменитое, погибли сразу 400 человек, когда попали хаймерсами в школу, где они жили. По-моему, это было в районе Макеевки где-то. И там мощные, охраны были мощнейшие по всей Самаре, собирали. Тоже, по-моему, это было под Новый год в прошлом году. Там было просто, сейчас уже больше информации за год, ты уж не скроешь такого, раньше помалкивали. Сейчас Самара знает о том, как убили этих 400 человек. Просто кто вышел покурить, остался уже все остальные. Все, кого завестили в этом. То ли это школа была, то ли какой-то чего-то. Туда просто хаймерсами, по-моему, под Новый год украинцы фиганули, и все. Ну, то есть я к тому, ну, а 4000 человек на регион, нифига себе. А там гораздо больше уже за это время погибло. Намного больше. Что-то тысячи. Даже не поймешь, там все кладбище, там рубежные есть, такие другие, прям целые аллеи. Понимаете? Ну, естественно, мы рассчитываем, что в какой-то момент эта публика, она поймет, что их, собственно говоря, отправили в один конец, и дальше обратный путь только в пакете. Наверное, эти настроения могут сыграть свою роль в какой-то момент. Потому, я всегда и говорю, что затяжная война, штука такая вроде для Путина привлекательная, но опасная, чреватая. Я считаю, что нужно делать ставку на какой-то удар внезапный, при котором вот это все поплывет. Есть разные по этому поводу планы, есть разные разговоры на этот счет, но мне кажется, что в какой-то момент это должно гломиться. Просто нужен пример силы, демонстрации силы. Если вы покажете силу, то и люди начнут, знаете, как с Пригожным, почему вот это оцепенение было, вот это онемение, потому что никто же не ожидал, что оказывается, в принципе, может вооруженная сила двигаться против этой власти, двигаться уперто, неумолимо, беспощадно, извините, они по дороге взяли и прибили 20 человек на самолете и на вертолетах. Своими, значит, средствами армейской ПВО просто взяли и офигачили эти вертолеты и ничего. И это произвело, безусловно, впечатление, причем самое, что ни на есть, такое обескураживающее, в том числе и на силовые, силовые структуры, понимаете, почему, собственно, и не оказывается сопротивление. Никто не хотел оказаться пилотом или, я не знаю, бортмехаником этого самолета или вертолета, хоть бы и на земле. Поэтому, на самом деле, демонстрация силы, вот упование какое, то есть, она ведет как раз-таки к возникновению этого ощущения, что все возможно. Вот нужно это ощущение вызвать и в среде военных и так далее, вызвать так, чтобы они почувствовали в этом перспективу. Сделать это может только военная сила. Политики этого сделать не могут. Ну, война, она сама это определяет. Вот, к сожалению, вот такая констатация. Спасибо. Мы обязательно будем продолжать эту тему с вами, потому что это очень важно, причем важно в конкретных шагах. Предлагаю на минутку переместиться через океан, и вчера состоялась очень показательная, очень показательная резолюция Совбеза ООН, которая, слава богу, была заветирована Соединенными Штатами Америки, но эта резолюция, конечно, совершенно потрясающая, абсолютно антисемитская. Значит, заявление о том, что Израиль должен прекратить военную операцию, значит, все это было по инициативе с одной стороны Гутерриша, который, так сказать, воспользовался своим правом Генсек ООН, но и потрясающий расклад. Вот из 15-ти, единственная страна, которая выступила против этого безумия, этого просто требования уничтожения государства Израиля, потому что понятно, что если Израиль сейчас прекращает военную операцию, то это означает сигнал для всех, что так можно, что 7 октября это было так можно и так нужно, и это означает, что Хамас не уничтожен, что Хамас остается, это означает, что Хизбалла, так сказать, стимулируется, ну и вообще все остальные, кто хотят, чтобы Израиля не было. То есть понятно, что такое эта резолюция. Единственная страна, которая проголосовала за то, чтобы этого не было, Соединенные Штаты Америки, Великобритания воздержалась, Франция, Япония проголосовали за, за фактически окончательное решение еврейского вопроса. Ну, я может быть немножко, я, наверное, они так себе, если их спросить там, японского представителя, французского представителя, ты что, за решение, окончательное решение еврейского вопроса? Нет, конечно. Но это вот, но это, конечно, не умение складывать дважды два, это, это лицемерие чудовищное. Что за этим стоит? Как вы считаете? Я понимаю, что Израиль будет продолжать, Израиль не успокоится до тех пор, пока не уничтожат Хамас, и это будет сделано, это понятно, но, тем не менее, что происходит? Япония при чем? Ну, Франция еще как-то понятно. Там огромная вот эта вот мусульманская оптина, улица, которая, так сказать, бурлит, Британия тоже понятно, там демографическая ситуация в Лондоне тоже известна хорошо. Ну, вот что происходит? Вообще, что происходит с западными странами в широком смысле, включая Японию, включая другие страны? Ну, что касается конкретной этой резолюции, насколько я понимаю, там же, понимаете, на что покупались? Что надо и отпустить всех заложников, там сказано в резолюции. Понимаете? Отпустить заложников, типа, ну, это же хорошо, это же вот, они прекратят, а эти же все отпустят всех. Ну, я вообще думаю, что оставшиеся заложники, сколько их там осталось, уже все перебили, на мой взгляд. Там очень много было военных, генерал вот этот, значит, офицеры. Я думаю, что они, скорее всего, погибли там. Причем погибли не потому, что они неценные материалы, а потому, что, ну, как бы военная операция приближается, они их просто там то ли убивали, то ли при перемещении, в общем, уже показывают, я вижу, вот в Израиле то и дело возникают эти похоронки, что да, вот проверено, значит, тот или иной 7 октября уже погиб. Оказывалось сопротивление, все думали, что он заложник, а его просто убили. Вот. Офицеры, солдаты, которые оказались в Южном Израиле, так сказать, первыми встретились с террористами. Что касается, почему это происходит. Во-первых, это все стимулируется очень активно. Гутеррж выступает прямым, прямо скажем, и он в целом союзником всех этих группировок, вот, и в целом, значит, тех стран, которые стоят за этими группировками, от Катара до Ирана, почему. А вы видели такую же активность Гутерржа по поводу Украины? Простой вопрос. Такую же ультимативную Гутерржа вот этих стран. Кто-нибудь видел, когда порядки большие, гораздо большие были в масштабах гибели людей в Украине, потому что они сами вот официальные уже цифры, полмиллиона погибло в Украине. Это и тех, и других. Полмиллиона. Полмиллиона. Я что-то как-то вот где-то как-то не видел. Вот конкретно в Еленовке, когда убили военнопленных. Ну, понятно, это из-за зо встали, защитник, там 80 или, говорят, 90 человек просто взяли и уперися. Что-то вот тоже он вякнул, что-то давайте расследование, мы послали Москва, свободен. И товарищ пошел мелкими шагами в сторону зерновой сделки. Мне просто интересно, откуда такая избирательность? Ну, есть ответ. Легко, легко против Израиля с его евреями, со всем бэкграундом сражаться на уровне резолюции. А ты поди с Москвой посоревнуйся. Ведь есть резолюция Генеральная Ассамблея осуждающая агрессию Москвы. А что ж нет последствий никаких? Она еще в прошлом году принята. Что нет никаких последствий? Почему собственно говоря не продолжается решение вопроса с выводом страны-агрессора? Извините, Израиль не член постоянный член безопасности с правом веты и не страна-учредитель ООН. А Москва таким является. Ну, хотя бы. Вы уж тогда решите право веты Москвы. Ну, так по логике. Это невозможно. Ну, я понимаю. Но тогда в этом и кроется, что это совершенно бесполезная, ненужная, никчемная организация под названием ООН. Как я ее называл раньше, организация филотелистов. Филотелисты обиделись там. Ну, филокартистов тоже обидится. Значит, все, что она там делает, все, что они там принимают, в принципе, вообще никакого значения и роли по большому счету не играет. Понимаете? Марзакаш, я все понимаю. Персональное дело бывшего руководителя социалистического интернационала товарища, брата, товарища и друга Гутерреша мы разбирать не будем. Здесь все понятно. Мы говорим об ООН. Зачем? Мы об ООН говорим. И об ООН тоже говорить бесполезно. Я говорю о конкретных странах, которые меня интересуют. В данном случае Франция, Япония, вот эти две страны. Версия, Британия, которая воздержалась. Вот это вот чудовищная история. А все очень просто, все очень просто. Это позиция, которая пытается угодить общественному мнению внутри этих стран. оно не обширное, оно не решающее, это общественное мнение, но оно очень громкое, оно очень стимулируемое. Понимаете? Вот эти манифестации, которые шли, ну, совершенно же очевидно, они были большей частью заденены. Да, подпитывались организации, это все, значит, продавливалось и так далее. Это не значит, что там нет энтузиастов. Конечно, есть. Но то, что это синхронно, то, что это организованно, значит, уводилось из повестки темы 7 октября и самого теракта, да, что-то послужило первопричиной. Никто не счастлив от того, что гибнут там мирные граждане в секторе газа, конечно. Но, ребята, дорогие, нельзя путать местами причину и следствие. Так никто не делает. Да, вы тогда решите сначала с Хамасом, заберите заложить, предложите им сложить оружие и тогда вот на это сосредоточьте свои усилия. А это ушло в сторону вообще отрицания, как будто без причины на кого-то напали. Простите меня, я вот был 23 сентября в Израиле, уже много раз говорил, у меня было выступление. Я был с 20 по 26, более того, ездил на мертвое море там мимо Южного Израиля и так далее. Но никому в голову не приходило нападать за чем-то, куда-то идти в сектор газа, бомбить. И евреи отдыхали, понимаете, там праздники были. Зачем это нужно все? Все были довольны. Известно же, что заявляла опрометчиво израильские спецслужбы о том, что нет таких планов у Хамаса нападать на Израиль, потому что они будут же рисковать собственного населения, которое может погибнуть в результате ответных действий. Оказалось, что нет. Они могут рисковать. Им неважно, сколько погибнет мирного населения в результате их действий в отношении Южного Израиля. Понимаете? То есть, вот все эти страны, которые убедились, ну, Японии тут сложно, наверное. Надо искать какие-то отдельные объяснения. Может быть, они действительно посчитали, что им выгоднее и проще поддерживать вот такую двойственность, что и прекратить операцию и вернуть заложников. Просто обычно по практике операцию-то прекращаются, израильник легко требует. А вот заложников никто не знает, потому что поди, с Хамас потребует. Что ты там натребуешь, понимаете? Это уже видели такое, проходили такое. Много раз. Без силы и давления никто ничего не отдаст. Все на годы растянется. Это мы знаем. Посредний, Красный Крест побежит. Знаете, как обычно вот эти вот все священники в каких-то подтянут. Вот мы тут миротворцы и так далее. Будут на этом еще и деньги сшибать. Все это мы видели, все это мы знаем. Но, говорю, в этих странах, безусловно, меняется общественное мнение. Да, это результат, конечно, и неконтроливной миграции, и политики терпимости, толерантности, которая, в общем, во многом мультикультура так называемая, мультикультия ее называют, привела к тому, что, в общем, вновь прибывшие эти общины, они не стремятся становиться и интегрироваться, становиться частью коллективного Запада. Это же важно. Как же? Надо же абсорбировать их. А оказывается, на это не уходит ни одно поколение, ни два вообще не абсорбируются. Они остаются закукленными, закапсулированными в своих общинных, религиозных и других представлениях о мире. И просто они перемещаются в более благоприятные и безопасные социальные, экономические, гуманитарные и другие условия в Европе. Потому что, в Европе, конечно, они же безопаснее, чем в Сирии находиться, понимаете, или там, в других местах. Но они уносят с собой вот эти нравы и традиции и представления, антисемитизм уносят и все остальное. И меняться совершенно не собираются. И более того, внушают все те же представления о мире своих детям, потом внукам и так далее. И с этим западное общество не справилось. Это надо честно говорить. И сейчас на это самое западное общество они влияют гораздо больше, чем западное общество на них. А почему они вот влияют и влияют на голосование своих представителей в ООН? А это общество не способно повлиять на них, чтобы исправить их нравы, которые явно контрастируют с бытующими представлениями обо всем. Почему нет? Это даже не вопрос религии. Это может всповедовать любой религии. В принципе, общины существовали там вечно, мусульманские. Мы говорим о вновь прибывших именно из этих точек, регионов планеты, где дикость процветала. Что там отрицать? Понимаете? Дикостью жили люди там. Нам бы хотелось по-другому сказать, но это действительно ведь так. Это дикие условия, понимаете, которые сильно отличаются от того, чем является европейский мир, западный мир и так далее. Поэтому эта абсорбация, она не произошла. Ее результат вот этот. Если раньше говорили, ну ладно, там они там у себя где-то в общинах женское обрезание делают, там у них многоженство процветает, еще какие-то вещи. Но сейчас уже выяснилось, что оказывается это влияет на политику стран. Что это оказывается фактически определяет целые позиции политических партий, стран и так далее. Говорят, что из 300 миллионов Европы вот прибывших и таких мусульман там от 5 миллионов. Ну, казалось бы, это капля в море, но получается, что они активнее, что они более вызывающе себя ведут и могут навязывать свои представления о том, как они держат. Они держат улицу. Они улицу держат, что очень важно. Продолжение следует... Продолжение следует...